На площадке возле Льдового дворца в Бресте в лучах осеннего солнца нежились почти четыре сотни байкеров и их начищенная до блеска техника. На традиционном осеннем байк-фесте собрались представители мото-сообщества практически из всех регионов Беларуси, а также Польши, России, Украины и стран Прибалтики. Впереди зимам время подводить итоги, иногда неутешительные, и официально закрыть сезон 2018 года. Для меня сезон великолепно прошел, потому что в этом году такое лето интересное получилось, очень теплое, и когда оно теплое, больше уделяешь мотоциклу, ездил в Италию, в Словению, в Словакию. Если бы не мотоцикл, не было бы у меня так много знакомых в Беларуси и за другими заборами, а так много мира я бы не увидел, если бы я бы не путешествовал на мотоцикле. А еще каждый байк-фест – это общение близких по духу людей. Здесь не только обсуждают технику и поездки, но и строят планы на будущее. Мы создали сообщество сейчас, вот наша небольшая компания, или ребята, называется П-98 на английском, если на нашем Р-98, это мотосообщество, которое развивает мототуризм в Республике Беларусь. Мы занимаемся организацией мероприятий в Беларусьской пуще, у нас проходят открытия, закрытия сезона точно так же. То есть, ну это вот как раз, если не можешь предотвратить, нужно ее возглавить. Вот это как раз из того разряда. Прежде чем зачехлить своих железных любимцев, традиционный мотопарад по улицам Бреста. Маршрут пролег через Варшавское шоссе к Свято-Николаевскому гарнизонному собору Брестской крепости. Здесь отслужили молебен по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях мотоциклистам. С начала года таких ДТП с участием мототехники произошло 40. Шесть мотовладельцев погибло. Поэтому задача таких слетов еще и профилактическая. Ежегодно сотрудники госавтоинспекции совместно с мотоклубом «Золотое крыло» проводят различные профилактические мероприятия. В том числе и профилактические акции, приуроченные к открытию мотосезона и закрытию мотосезона. За 2018 год нам удалось стабилизировать обстановку именно по ДТП с участием мототранспорта. Также нам удалось добиться снижения ДТП по вине водителей мототранспорта, находящихся в состоянии алкогольного пенения. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем такая положительная динамика сохранилась и сотрудничество наше будет продолжаться на постоянной основе. Завершилась акция мотосообщества в детском социально-педагогическом приюте Бреста. Воспитанники получили не только подарки и сладости, но еще и возможность ощутить мощь железной техники и тепло не менее мощных байкерских сердец. Когда люди нормальные, они всегда тянутся к чему-то хорошему. То есть, соответственно, есть у нас в обществе дети, которые без родителей и тому подобное. Мы к этому стремимся какими-то своими действиями помогать. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.